Для росписи меловых досок применяются два основных типа краски – гуашь и акрил. Вот эти доски, например, расписаны акриловой краской. Видите, она не боится воды. Текст был написан меловыми маркерами, его можно стереть. Чтобы стереть меловой маркер, чаще всего достаточно меламиновой губки. Только будьте осторожны, потому что меламиновая губка очень прожорливая, и если слишком сильно тереть, то запросто сожрет не только маркер, но и краску с доски. Если вдруг не хватает губки, я использую вот такое средство Мистер Мускул для чистки кухонных поверхностей. Больше никакой химии обычно не нужно для того, чтобы стереть меловой маркер. Три месяца назад это были меловые доски про бургеры. Два месяца назад я поменял бургеры на пиццу. И вот теперь ассортимент пиццы и цены надо снова обновить. Поэтому я истираю середину, а роспись вокруг остается нетронутой. Это очень удобно, потому что главное достоинство меловых досок, это, конечно, оперативность смены одной информации на другую. Даже для таких больших досок. Эти доски размером примерно 2 на 2 метра. Не буду вас утомлять процессом росписи букв и цифр. Высчитываем размер заголовков, количество строчек с подписями, делаем меловую разлиновку с рулеткой и линейкой, ну и расписываем. Тут все просто. Вот что у нас получается. Почему две одинаковых доски? Потому что у заведения два входа с разных сторон. И чтобы с каждого входа информация была одинаковая, на каждом входе будет закреплена вот такая меловая доска. Хотел я вам рассказать про другую меловую доску. Осенью меня попросили сделать большую меловую доску с логотипом. Это ресторан Жаровня Фэмили Клаб в развлекательном центре остров Мечты в Москве. Вот так выглядит логотип. Особо никаких пояснений не было, но я разрисовал логотип и огонек, и нижнюю подпись тоже разрисовал. И вот в какой арт-объект ребята превратили эту меловую доску. Посмотрите, как классно. Вот такой новогодний декор сделали на нее. И как здорово все это смотрится. Я часто упоминаю в своих видео, что меловые доски – это не только меню. Не только буквы, цифры, цены и таблицы. И вот вам отличный пример, когда из простого куска крашеного ХДФ получается красивая часть входной группы. Которая работает одновременно и как вывеска, и как украшение, и как брендвол, и как место для селфи. Я тоже не удержался, сделал селфи со своей собственной доской. И когда делал селфи, подошли сотрудники, рассказали, что еще красивее была эта доска осенью, когда сделали на нее украшение из оранжевых, красных и желтых осенних листьев. Вот это я хотел вам рассказать и показать. Помните, что меловая доска в вашем заведении – это не еще один ценник. Это не еще один прайс. Это способ дополнить интерьер, создать настроение, поближе познакомиться со своими гостями и привлечь новых покупателей. Что вы думаете об этом, комментируйте и подписывайтесь, а я буду рассказывать еще много интересного про меловые доски и про роспись в интерьере общепита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!